Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем очередное заседание нашего философского семинара Института философии Национальной Академии Белоруссии. Сегодня с докладом «Эволюционный психоанализ» выступит Михаил Заборов, Израиль. День добрый, шановные господары! Вельми рады нашей новой встрече! «Эволюции», «Эволюционный психоанализ», «Эволюционный психоанализ». Это мой автопортрет. «Мыслитель» называется, да. Других званий у меня нет. «Мыслитель», я сам себе призвоил. Итак, «Эволюционный психоанализ». Фрейд, основатель психоанализа, начинал анализ своего анализанта, пациента с раннего его детства. И это очень-очень логично. Проследит развитие, где возник конфликт и так далее. Без истории, в общем-то, полноценной теории нет. Но Фрейд почему-то не подумал о том, что детство бывает онтогенетическое, индивидуальное, но есть еще детство пилогенетическое. Детство самой жизни на нашей земле, а точнее, жизнь начиналась в воде. И развивалась там примерно до тех пор развивается, но 3,5, примерно, миллиарда лет. Это была только вода. Потом переход на суфу. И вот что важно. Это главный мой посыл, что вот 3,5 миллиарда лет в воде, но ни одна стадия развития эволюции в океане не утонула. Все осталось в океане нашего подсознания, а также в анатомии нашего тела. Поэтому, поскольку эволюция нас сформировала, не понимая эволюции, нельзя понять самих себя, нашего тела, нашей психики и культура, как ни странно. Многим покажется, что какая может быть связь с нашей культурой, с нашей сегодняшней мыслью и тем, что было там 4 миллиарда лет. Казалось бы, никакой связи быть не может, но связь есть очень тесная, потому что, повторяю, ни одна стадия развития эволюции не утонула в океане. Все в нашем подсознании. Ну, а подсознание, естественно, влияет и на сознание. Ну, вот сейчас мы переместимся к картинкам, по которым я хочу излагать материал. Итак, 4 миллиарда лет я разделил на 4 периода. Это не значит, что каждому периоду по миллиарду. Хронологии точно я не знаю. И, по-моему, не существует. Не это мне важно. Я разделяю эволюцию по тому, что можно назвать биопарадигмами. То есть, на каждой стадии есть свой, что ли, способ жизнетворчества, производства жизни. Да. И вот 4 стадии. Когда начался Эрос? Вопрос, который, видимо, останется без ответа, потому что Эрос, он сам по себе начало жизни. Ну, условно, мы должны выбирать какую-то точку счета и такой точкой отсчета я беру эру, когда появились во Вселенной атомы. Почему? Да потому что эти самые атомы, а точнее, ионы, то есть, атомы заряженные, они уже обнаруживают, они построены по полярно-половому принципу. Плюс-минус. Потом это превратится в биологию уже мужской и женский болт. прослеживается очень-очень чёткая связь между вот этими ранними стадиями развития ещё добиологическими. Вот соединение атомов. Я назвал это даже кухней Бога. Смотрите, атом, атом, они соединились в одну молекулу и создали, в общем, сотворили новый мир. При этом происходят крайне важные процессы, которые потом будут повторяться везде и в нашей психике. Например, что вот эти вот атомы, я их называю гаметами, поскольку они соединяясь, создают новый организм, хоть и не одошевлённый, вот, гаметами. Что же происходит? Они как бы соединяясь друг к другу, уничтожают, не совсем уничтожают, да, они, скажем так, лишают, каждый из них лишается своей идентичности. Водород уже не водород, там кислород уже не кислород, внутри молекулы воды, да, но новый мир совершенно, совершенно, если бы мы никогда не пили воду и не знали, не видели её, то мы бы не могли предвидеть, что будет из соединения кислорода с водородом, мы бы не могли предвидеть, потому что здесь происходит качественное изменение, непостижимое для науки, я уже утверждал, что качество для науки непостижимо, потому что основной инструмент науки это же логика, а логика она оперирует словами, хоть целый день кричи халва, во рту слаще не станет. Это восточная пословица нам говорит, что о несоизмеримости слова и качества. Качественные вещи мы постигаем с посредством наших матриц, то есть органов чувств, слух, сознания и так далее. Это у меня целая идея на этот счет о матричности нашего познания. Но что тут важно? Вот какие-то основы экзистенции. Ведь все абсолютно в природе создается по этому принципу. Гомета, гомета, молекула или, скажем, в биологии это уже будет зигота, потом эмбрион. Происходит тут соединение смерти и жизни. Гометы умирают, вроде бы, нет. Они перерождаются. Они создают, как я уже сказал, новый мир, сотворение мира. Происходит вот так в каждом этом соединении. я назвал все это дизлайф, чтобы было какое-то слово, которое привязано только к этой проблеме. Вот. Итак, соединение смерти и жизни и сразу возникает параллель с нашими, с нашей психологией, скажем. Мы ведь тоже мечтаем или думаем и надеемся о религии. Нас уверяет, что, умирая, мы не умираем, а перерождаемся в некий новый мир. Вот еврейская песня поет «Кололам улё гэшер цармэот». Что означает, что весь наш мир – это узкий мостик туда, в небесное царство. Это наша надежность далеко очень, да, это от гаммед и от атомов. А представьте, что вот мы переживаем примерно то, что могли были и должны были переживать вот эти самые гаммеды. Они переживают смерть или не переживают. Переживают ли они больше возрождения, чем смерть. Все эти проблемы очень важны для психологии. Ну, вот здесь я показал картинку. Это уже соединение гаммед живых жизни, да, спермии и яйцеклетка. Они объединяются, они создают новую жизнь, новый организм. и самое, может быть, интересное то, что это происходит и в психологии. Вот тут я приготовил какие-то картинки. Да, вот принцип соединения, очень интересно. Значит, атом это почти живой организм. Во-первых, атом способен на обмен веществ. Он может поглощать энергию, перерабатывать и излучать. Этот процесс я рассматривал и упоминал в первом докладе, когда мы говорили о музыке. Там все это происходит далеко, очень далеко там космоса музыки, а законы очень близкие. Ну, что еще? Значит, обмен веществ возможен уже на уровне атомов. И, может быть, самое интересное для нас, это полярно-половой принцип, вот это сексуальная, можно сказать, активность иона. Ну, прежде все ионы делятся на мужские и женские. Мужские, вот мужской атом, у него на внешней оболочке один лишний электрон, может быть, больше, но не важно, достаточно одного. Этот лишний электрон, он очень сильно тянется к женскому иону, который называется катион. Это стремление очень сильное. Это стремление, вот, это походливость, я бы сказал, электрона вот этого лишнего, да, и тяга его к женскому катиону. Она, эта энергия сегодня задействует почти всю нашу технику, электротехнику, потому что она создает электроток. А вот когда мы переходим в биологию, там ведь то же самое, тоже вот этот лишний электрон, он очень не лишний, это надо сравнить с мужским элементом. А здесь, видите, так и называют такой этот ион, вот этот дырран, нет, не хватает одного электрона, это, на этом все строится, на этом все строится. Ну, если мы перейдем к психике, вот тут у меня картинка, да, вот тут мы, вот тут мы приходим очень и очень важному моменту взаимопроникновения. Вот Лакан, да, он развивал теорию зеркала. Я не признаю некоторых его положений, но в принципе понятно, что отделяясь от матери, ребенок должен пройти какую-то самоидентификацию, он должен определиться, он должен понять, кто он, что он, вот в человеческом обществе это необходимо. И Лакан справедливо говорит, что мы находим идентификацию в наших отражениях. Он называл как важный фактор зеркало, но понимал его неправильно, потом, может, я об этом скажу, вот, но мы отражаемся не только в зеркале, любое мое прикосновение к столу дает мне что? Дает мне границу между я и не я, нас отражает предметный мир. И он напоминает нам ежесекундно наши границы, потому что я, мое я, в принципе, оно бесконечное, а вот предметный мир, реальный мир, он нам говорит все время, что есть ограничения, и причем эти ограничения могут быть настолько тесными, что человек вообще теряет свое я. Все это правильно. Но все это, это пушка, которая стреляет мимо главной цели, потому что идентификация, она нужна только человеку. 4 миллиарда лет живые существа не знали, что такое идентификация, есть подозрение, что собака до сих пор не знает, что она собака, она никогда не узнает. А что же было, а было взаимореализация. вот я где-то тут картинки, это потом уже другая стадия. Да, ну, возьмем вот эту картинку, значит, взаимореализация, потому что, да, предмет, он меня отражает, я вовнутрь проникнуть не могу, только мыслью, может быть, да, а вот когда мы встречаем субъекта, живую душу человека, там уже не отражение, там взаимопроникновение, особенно я имею ввиду контакты любовные, почему, да, потому что любовь, секс, это же сотворение жизни, тут центр, центр всего. Вот эти эротические, что ли, проблемы, мы, да, это центр биологии, это центр нашей психологии, это центр потом уже будет в наших культах и вообще в нашем сознании. Да, вот это гигантская разница между отражением, между зеркалом на камеру и духовным зеркалом. Вот этой разницы великий мыслитель не заметил или не сказал об этом четко. Не взаимо идентификация, хотя она важна, взаимореализация. Что происходит в духовном взаимодействии, взаимопроникновении, в любви я хочу, я как бы помещаюсь в душу своей любимой женщины, она в мою. Вот это взаимопроникновение реализует нас духовно. А физическое проникновение только мужчины в женщину реализует нас биологически. Но это один и тот же процесс. Один и тот же процесс физиологически как бы есть асимметрия женщины оплодотворяется, еще нет, а вот духовно оплодотворяются оба и реализуются оба. Причем этот процесс взаимопроникновения, взаимореализации, он происходит прежде всего в контекстно-биологическом, то есть психосексуальном, но не только. Вот я тут переводил где-то картинку, ага, да, да, видите, великий поэт, его рисунок, я памятник, воздвиг себе нерукотворный. Что это такое, что за памятник? А поэт знал, что он проник в душу народа. Вот, и это его реализация, вот это проникновение в дух народа, в дух вообще человека. ну и прежде всего все-таки биологический уровень, он базисный. Вот это, скажем, два слова о как бы последствиях той первой стадии эволюции, вот это слияние. Об этом можно говорить много. Дело в том, что слияние это, у него очень много всяких значений. Вот, например, я бы провел связь между вот этой фазой на первой стадии вот этого слияния гометально-эмбриональной этот принцип или парадигма, да, сознания еще нет, оно есть в потенции, а сознания как такового нет. Оно появится на второй стадии эволюции. Вторая стадия эволюции стадия рыбы или стадия взгляда. Дело в том, что на первой стадии были контакты только тесные, вот, непосредственные, да, такое контактное взаимодействие. Атомы встретились, они могут соединиться или нет, вот, но тогда происходит все то, о чем я говорил, они могут соединяться и сотворять новый мир. да, но только взаимодействие контактное. И вот морские обитатели, видимо, были недовольны этим, да, и постепенно у них развиваются дистанционные рецепторы, чувства, завидь, как угодно, да, и интересно, что при этом круто меняются все формы жизни в воде. Да, теперь рыбы вообще другого не покасаются, как будто у них есть страх перед тем состоянием, вот, первой стадии, когда организмы, они были и организмы, но они были и семенем, они соединялись, образовывали в этот новый организм, но сами по себе они исчезали, и похоже, что рыбы этого боятся, они просто не прикасаются друг к другу, теперь у них много семени, они извергают это семя, и оно соединяется по принципу первой стадии, которую я назвал дизлайф, слияние, симбиоз, как угодно, вот, они соединяются по принципу, по парадигме первой, вот, а сами рыбы не соединяются, вообще не прикасаются, отсюда можно провести параллели очень и очень важные к нашей психологии, да, это целая наука, ну, может быть, я скажу, например, что вот эта рыбья жизнь, да, она дает какие-то образцы для нашей жизни, например, в те времена не было половой конкуренции, была конкуренция трофическая, да, одна рыба пожирала другую, вот, а вот половой конкуренции не было, не было ревности, и была взаимная любовь, да, не было причин, как бы, ссориться, вот, рыбы, плывут в верховье реки, пресноводные реки, против течения, против течения, без пищи, многие погибают, это механизм отбора, механизм отбора, но когда они доплыли до места нереста, там они устраивают оргии, но платонические оргии, они видят, чувствуют друг друга и извергают семя пространства, вот, такая, значит, парадигма, и, повторяю, тут для нашей этики полезно извлечь то, что нету этой самой половой ревности и нету доминантности, которые будут потом определять нашу психологию на суше, на суше уже нельзя извергать семя в пространство, оно погибает тут же, это семя надо донести до вагины самки, да, а тут там не помещаются двое и возникает эта конкуренция, мне как-то доводилось наблюдать очередь кобелей за сукой в момент ее течки, это страшная штука, это целая очередь, почему-то мужиков больше, чем женщин, что ли, и когда кто-то одна, один из псов, да, пытается обойти эту очередь, на него набрасываются все, и чуть ли не разрывает его, у меня был пес несчастный, какой-то с большой головой, короткими ногами, у него не было шансов, и вот весной где-то он уходил на эту охоту половую, да, возвращался покусанный, прямо-таки в депрессии, вот, ну, все это возникнет уже на суше, потому что, повторяю, здесь совсем другие законы, другая парадигма, и ревность станет чуть ли не основным, а может быть, единственным источником вражды, ненависти и всех этих проблем, с которыми сегодня пытается бороться психоанализ. Я скажу нечто очень, может быть, крайнее. Вот это стадия рыбы или стадия взгляда. Во-первых, тут образуется психика возникает психика, да, там ее не было, вот, но более того, я могу сказать, что вся наша духовная человеческая жизнь представляет собой вот скопофилия это называется, я называю это эксуаризм, телесекс и как-нибудь еще, ну, что я имею в виду, с тех пор, как появились у морских обитателей дистанционные чувства, взгляд, взгляд, этот нескромный, я бы сказал, взгляд на представителей другого пола, да, он ведь становится единственным стимулом жизни на миллиарды лет, другого стимула нет, другого стимула нет, мы не поняли, особенно психоанализ в этом виноват, что он не понял, не понял он значения вот этого взгляда и того, что я называю телесекс, имею в виду не телевизор, вот эта вот любовь на расстоянии, да, там только на расстоянии, кто-то что сказал? Да, любовь на расстоянии, этот самый телесекс, он определяет всю нашу духовную жизнь, не столь явно, мы одеваемся прилично, но каждая наша одежда это по существу какой-то вид экс вуаризма, то есть мужик одеваясь хочет подчеркнуть свои мужские качества, а женщины женские, все продолжается, форма изменилась, но этот самый телесекс определяет всю нашу духовную жизнь. Возьмите художник, он же эксгибиционист, а зритель вуарист, более того, это вот разделение между экс эвуаризмом, да, оно приобретает классовый характер, уже такое социальное разделение. Вот недавно, еще совсем недавно, я прибыл из Белоруссии в Израиль, и страшно надеялся, тут же свободная печать, да, наконец, да, свобода слова чушь. Каждая кассета, там сидит редактор, и он будет решать за тебя, он тебя может вытащить из ниоткуда, да, и туда же задолгнуть, никакой свободы вот этого слова не было. Впервые эту свободу предоставил интернет, и я очень благодарен судьбе за то, что дожил до эпохи интернета, и за то, что вот сегодня я могу из Израиля говорить с людьми, живущим в Минске, вот. Все это какие-то формы телесекса. телесекс родился вот эту стадию рыбы, стадию взгляда, а я уже говорил, что ни одна стадия в океане не утонула, все сохранилось, сохранился вот этот дизлайф, это первая парадигма, да, он не только сохранился, он сохранил полностью свое значение первого как бы способа жизнетворчества, первого и самого важного, ведь все это происходит сегодня при размножении млекопитающих, человека, опять соединение гаммед и сотворение нового мира. этот новый мир сотворяется, ну, о психологии всего этого можно говорить очень долго, да, значит, вот это на биологическом уровне, это на психологическом и на социальном, на социальном. Художник, повторяю, он эксгибиционист, а зритель вуайрист, но тоже можно сказать и про политика, вся культура сдержится на этом принципе. Вот. Хорошо, об этом повторяю, нужно говорить много, но я перейду к третьей стадии. Я сказал всего лишь два слова об этой парадигме, что ли, о том, что я называю телесексом и там другими словами на расстоянии. Эра взгляда, которую совершенно не поняли, недооценили великие психоаналитики, а вот религия, как ни странно, заметила и поняла значение этого, вот почему у меня экран не расширяется. Все в порядке. Вот сейчас да, а вот религия поняла значение этого взгляда, который миллиарды лет был единственным стимулом жизни. А как же она оценила? Оценила это через запрет. Вы помните, что наши пращуры в раю съели запретный плод с древа познания зла, добра и зла. На самом деле это древо незнания добра и зла. Почему? Да потому что что же они открыли? Что же они открыли? Первое, что они сделали они сплели повеса из тиговых листьев. Вы представляете, они поняли, что причем это не в первый день, это уже восьмой день творения. Ну, в Библии такого термина нет, я его придумал, восьмой день творения. На восьмой день, то есть уже после шаббата, да, когда якобы ничего не происходило, а на самом деле в этот самый шаббат произошла величайшая революция во всей истории. Революция патриархальная. И на восьмой день Господь произносит, это уже другой Господь, он вот тем же именем, хотя имя немножко меняется там. Вместо жизнетворного заповеди плодитесь и размножайтесь, да, уже есть и мужчина, и женщина, а почему-то на восьмой день опять мы застаем Бога за греховным, как мы вскоре выясним, занятием сотворения человека. Почему? Он же уже сотворен. На сей раз сотворяется только он, мужчина, вот, и только потом Господь Бог, оглянувшись на содеянное, говорит, нехорошо человеку быть одному и сотворяет женщину из ребра Адама. То есть, женщина уже подчинена. Она для человека, для мужчины, вот, и начинается то, что я называю фиговой цивилизацией. прежде всего, заметьте, был запрет наложен на нашу ноготу, на наше тело, на тот самый взгляд, который миллиарды лет был единственным стимулом жизни, он и остается до сих пор, я говорил, что этот самый телесекс, он царствует и сегодня, но это уже другой, это сублимированный телесекс, там, как угодно называйте, но он остается главным, разве мы сегодня, идя на свидание, не прихорашиваемся перед зеркалом, взгляд, все начинается со взгляда, все-таки, все-таки, и этот самый взгляд, как я уже говорил, это видение человеком и видение общества, как он видит этого человека, это оказывается самое главное, люди идут на смерть, почему, вот даже солдат, да, он боится приказа, он боится наказания, да, он боится, но еще больше он боится прослыть там, трусом, слабаком, он, то есть, простой героем, то есть, важно ему то, как его видит его общество, это важнее, важнее жизни, великий поэт наш Пушкин, да, погиб, за что ему важнее жизни было то, чтобы вот в общество не слыл там рогоносцам и еще чем-то, то есть, защитить свою честь это защитить себя от взгляда вот такого всего общества неблагоприятного, он верил в то, что он герой духовный, герой культуры, потому что он отразился и проник в душу народа. Это, об этом, можно говорить, до бесконечности. Я перейду в третьей стадии эволюции. Ну, вот, жизнь развивалась в воде, там, три с половиной миллиарда лет, и ей надоело, она решила перейти на сушу. Появились земноводные, а потом и ящеры уже вполне сухопутные, да. И что тут появляется? Интересный очень момент. появляется яйцом, потому что, я уже говорил, стухопутная эта среда, она враждебна семей, она враждебна, это там в воде можно было извергать семя в пространство, а здесь оно погибает и появляется вот это яйцо, которое защищает зародыш, но защищает слабо, как, и я думаю, что это одна из причин того, что вот рептилии, они проиграли в биологическом соревновании млекопитающей, они плохо охраняли свое потомство, ну, в крокодилях она прячет свои яйца в пистол, там, она защищает, конечно, да, ну, ей же тоже надо пожрать, она отправляется на охоту, а в это время другие там умные животные похищают их яйца, защита ненадежная, и я думаю, что это одна из причин того, что они в биологическом соревновании с млекопитающими проиграли, вот, 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 если я скажу, что рептилии сыграли огромную роль в нашей психологии, культуре, вы, наверное, возмутитесь, потому что, ну, конечно, крокодил, что он мог внести в нашу культуру, а вот он внес очень-очень важный элемент. Дело в том, что в животном мире нет предметов, нет предметов, они не пользуются предметами, у них нет, там все только биология, или другое существо, это объект охоты, или это сексуальный объект, но и никаких предметов не существовало. И вот тут появляется яйцо. Яйцо. А что это такое? Вот крокодила или крокодилиха, она понимает, что это, что вылупятся крокодильщики или не понимают, трудно выписать животному такую мысль. Это у животных нет мыслей, у них есть интуиция, мы не знаем, что там творится, но и крокодилиха, и крокодилы, они охраняют эти яйца. Вот это интересно, ведь это яйцо это и не трофический объект, и не сексуальный, а как поверь. Вот на этой стадии у них появляется раньше, но вот я говорю об этом моменте, да, нечто подобное проторелигии какое-то, вот отношение к этому яйцо, мертвого вроде предмета, они каким-то образом понимают, не понимая, что это сверх ценность. но вообще я уже говорил, момент жизнетворчества, он всегда в центре психологии, биологии, культуры и так далее, всегда, да, а в данном случае появляется вот эта вещь, вот эта первая вещь в животном мире, она перекочует потом в нашу культуру, наша культура вся строится почему-то вокруг каких-то предметов, будь то идолы, священные камни, что-то такое, да, они необходимы нам для построения культа, обрядов, вся культура вращается вокруг этих странных священных сверхценных объектов, в чем их сверхценность, мы уже объяснить не можем, это начало культов, начало религии. И таким образом Крокодил подарил нам вот эти священные предметы, а это начало всей культуры, начало языка. Что такое идол? Идол какая-то там скульптурное изображение, предположим, где-то, кстати, есть эти иллюстрации, я сейчас попытаюсь найти, да, нет, я что-то их не вижу, а вот, 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 видите, это яйцо, это герои, новые герои в биологии и в культуре, да, это священный объект, на уровне, повторяю, животных появляется некое прото- религиозное чувство, они не знают, они не могут понимать, что это такое, но они именно относятся к этому как сверхценности, потом это станет проблемой там в афридизме, это очень интересно, я не знаю, дойду ли до этого, но вот смотрите, вот по существу яйцо, это первый био-тотем, потому что из него ведь рождается жизнь, его мы почитаем, то есть не мы, крокодилы, да, или там ящери и так далее, вот, это первый био-тотем, а дальше уже будет у людей будут тотемы, но тотемы это и животные, это и животные, и все они почти относятся к рептилиям, вот, потому что это память о борьбе видов, вот, все страшилища, смотрите, это тоже рептилии, там, змей горыныч, там, я не знаю, кощей бессмертный, там, его сердце в яйце, драконы эти страшные, да, многоголовые, это же все рептилии, они символизируют все низменное, все, вот, мы не можем, вот, наша природа млекопитающая, мы не можем солидаризироваться, как-то, эмпатировать этим самым рептилиям, мы держим, там, собаку, кошечку, там, еще каких-то животных, но не держим крокодилов, змей держат некоторые, ну, короче, это не относится к категории прекрасного, прекрасными могут быть, там, прекрасные лошади, олени и так далее, все, что-то принадлежащее нашему виду, начало эстетики, да, а что такое искусство, тоже ведь странная вещь, да, мы создаем культуру, да, и там произведения искусства появляются как бы одновременно с появлением культуры, да, и вот, например, такие сооружения, мегалиты, дольмены, там, менгиры, это какие-то вообще непонятные сооружения, можно начать назвать и началом скульптуры, и началом архитектуры, но ясно, что все они носят какое-то культовое значение, вот эти предметы, ну, и идолы, а сегодня мы не создаем эти менгиры и дольмены, мы создаем картины, скульптуры, и забываем, забываем совершенно, что это тоже наши тотемы, потому что они рождают нас не физически, а духовно, во всяком случае художник Ива Картина претендует на такое значение, и многие из вот этих художественных объектов, они таки приобретают значение вот такое культовое тотемическое значение в сущности, мы этого не замечаем, но вот я говорил о том, что стадии не умирают, они все сохраняются, вот тут мы можем проследить как бы сохранение тотемизма в нашем современном искусстве, хотя это все выглядит совершенно иначе, вот это, но я думаю, что вот это яйцо, а потом идол, да, это вообще начало знаковости культуры, потому что вот знак нам необходим, много говорят о происхождении языка, говорят о коммуникативной, познавательной и так далее, много значений придают языку, вот, но мне кажется, что первый идол это, ну, вокруг него ведь миф всегда, вокруг него миф, вокруг него культ, то есть это знак, которым содержится вся культура данного общества, он один, но имплицитно в нем уже миф и культура, и какие-то ритуалы, и правила поведения, и развитие культуры идет по как бы экспликации вот этого бесконечно значного символа, каковым является каковым является идол или другой священный предмет. Для данной культуры это уже повторяю, имплицитно это вся его культура, а потом она развивается по принципу дифференциации, когда вот этот все все общезначимый объект делится уже на какие-то более конкретные понятия, на слова мы не замечаем, то все равно язык, он остается в лоне культа. мы не замечаем эти культы, они есть, ну я вот столкнулся сейчас с психоанализом, да, и столкнулся с культом Лакана, он загипотезировал всех, и все толкуют все по его рецептам, а рецепты во многом ложные, вот, язык, он в лоне культа, вот, конечно, мы называем это наукой, да, психология, все понятно, да, но мы не замечаем, то в нашем рациональном знании мы всегда вынуждены соединять рацио и веру, потому что знаний всегда не хватает, а чтобы создать какую-то целую, целостную картину мира, нам приходится дополнять наше знание верой, ну, простейший пример, простейший пример вот такой научной веры, это экстраполяция, да, вот, мы произвели какой-то эксперимент, мы верим, что это повторится дальше в бесчисленное число раз, мы наблюдаем нашу галактику и думаем, что в другой галактике происходит то же самое, ну, мы верим, доказать это трудно, вот, то есть тут приходится нам, вот, в нашем научном мышлении приходится дополнять знания верой, вот, эвклид, да, он создал просто потрясающую, по существу его геометрия, это первая научная теория, он не измерял величины, там, на своих песочных чертежах, он доказывал логически, он доказывал все логически, да, это первая научная теория, но пришел Лобачевский и вдруг оказалось, что оксиомы эвклида раздваиваются, расстраиваются, кратчайшее расстояние между двумя точками, как говорил Эвклид, это прямая, а по зрениям современной физики и прямых-то и нет, Эйнштейн доказал, что мы всегда в искривленном пространстве и таким образом, вот совершенно четкая теория, совершенно неопровяжимая взрывается изнутри, взрывается изнутри, и это процесс, видимо, необходимый. И вот я прошел три стадии эволюции, ну, а четвертая стадия это уже млекопитающие, которым принадлежим мы, вот, и тут можно сказать, что Фрейд и другие психологи эту главу, если не закрыли, то открыли хотя бы, вот, у меня с точки зрения моей эволюционной теории много критики по адрес классического фрейдизма. Например, это же касается даже самых основ. Например, если Фрейд полагал в начале психоанализа по существу инцест, и Эдипов комплекс, который на инцесте базируется, то я отрицаю это вот, а инцест не является первым нашим и самым тайным и глубоким инстинктом, ничего подобного, потому что эволюционно миллиарды лет сначала существовал. телесексуальный комплекс, телесексуальная парадигма, да, и религия, патриархальная религия, ревнивая религия, в первую очередь прикрыла этот взгляд, да, фиговым листом. И вот фрейдизм, да, не поняв значения этого самого взгляда, он вообще к нему не относится, да, он сосредоточился на отношениях папы и мамы, а в воде никаких пап и мам не было. да и сегодня там даже патриархальным обществом, скажем, бараньем, да, где есть один отец, и он властвует над всеми, как выражался, предженщиной рода, да, я сомневаюсь, что этот бараненок, который родится у своей матери, да, кто знает вообще о роли этого самого отца. Все это придумано. Этипов комплекс существует в патриархальном обществе, но власть отца, она больше силовая, а эмоционально дитя, оно как бы всегда исповедует матриархат, потому что оно знает свою мать, любит свою мать, вот, а отца никто не знает, вот нагорожено целое, целое, целый ворох, я не знаю, всяких мифов на этом диповом комплексе. Я утверждаю, что вот тот самый младенческий якобы инцест, который предположил в основу своей теории этого младенческого инцеста не существует. Я имею в виду отношение мать-сын, это как бы центр вот этих инцестуальных спекуляций. нету этого младенческого младенческого инцеста. Он может появляться попозже, когда сын уже достаточно сепарировался от матери, а вот этот самый младенец, он физически уже отделился от матери, но во всех смыслах он еще не отделился. Он находится не в утробе матери, но он находится в лоне материнской любви, заботы и характера этих отношений. Он совсем другой, он не сексуальный. Все это вымыслы, характер отношений мать-сын, другой, я даже не знаю, как это назвать. Вот сын, он в лоне материнской любви, может быть, это можно назвать отношениями лонными или внутри лонными. Что надо посчитать? что дитя и мать это еще одна система. Он не отделился от нее. Одна система. А внутри системные отношения можно сравнить с отношениями внутренних органов организма. Там зависимость полная, да, ничего подобного сексуальному тяготению там нет и быть не может. Поэтому вот этот вот самый младенческий инцест это придумка преда и на этом тихоанализ нельзя строить. Но это только один момент. Вот когда мы эволюционно подходим каким-то базисным понятием психоанализа мы обнаруживаем, что эти понятия базисные, они статичны. А вот в перспективе, так сказать, исторической, эволюционной эти понятия меняются. Например, либидо. Ну, что может быть более основным для психоанализа. По фрейду, либидо. Это фирсальная энергия, которая нам дана природой и которая будет вести нас по жизни, как норовистый конь несет всадника слабовольного наш разум. да. Ну, а вот я осмелюсь угождать. Это тоже статичное понятие. Почему? Да потому что либидо на самом деле оно принадлежит нашему семене, а организм на его носитель. Это уже какой-то вторичный фактор. Ну, это курица и яйцо, да, но это гоментальное. Либидо, оно ведет нас из древности к нашим дням. Оно страшное, древнее, и оно непрерывное, да, вот, и сохраняется, оно и меняется, и развивается, но либидо принадлежит семени. Это доказать очень просто. Когда человека кастрируют в раннем возрасте, либидо его не развивается. Ну, а когда мы счастливо извергаемся ими в любви, то тоже наш либидо погружается в такой сладкий сон, такую нирвану. Да, вот это уже такой диахронный взгляд на то самое либидо, которое у Грейда выступает как некая данность. Вот я родился, и конь этот самый норовистый уже готов нести меня по жизни. Ну, я думаю, что на этом я буду закругляться, потому что каждый, каждый задетый мною пункт или стадия эволюции это вход в бесконечную проблематику, вход в и по каждому из этих вопросов я готов прочесть тут даже серию лекций, это невозможно изложить в одном вот этом докладе, и я ограничусь тем, кто и обозначил вот эти четыре биопарадигмы, четыре способа производства жизни, и только наметил чуть-чуть до связи этих стадий с нашей психой и с нашей культурой. Прошу любить и жаловать. Большое спасибо Михаил за интересный доклад.